Я видела призрака. Я была в шоке от того, что я нашла. Их видят до сих пор. Что же происходило на видео, я сейчас вам его покажу. Алло, я Вера, и сегодня я хочу поговорить о призраках. Многие писали мне в комментариях, писали личные сообщения о том, что они видели на одном из моих видео что-то необычное, что-то странное, потустороннее. Видео, где я вызывала духа в горах в Австрии. И я решила в этом разобраться. Так что подписывайся на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Ну а мы поехали. Когда мы поехали в Австрию, я решила узнать, что это за место Лоуренс, которое было указано в телефоне на карте. Никакой конкретной информации я не нашла. Но когда потом мы уже вернулись домой, и прошло какое-то время, я уже со свежими мыслями села за компьютер и начала искать информацию по поводу этого места. И я забила не Лоуренс, а округ Форальберг, к которому относится этот населенный пункт. Оказалось, просто я была в шоке от того, что я нашла. Недалеко от города Лоуренс есть город, в котором гласит легенда. Два призрака встретились вместе. Один держал лопату, другой нес метлу. Они встретились и договорились разойтись в разные стороны. Один в сторону Лихтенштейна, другой в сторону Лоуренса. С одной стороны будет призрак копать, с другой стороны местил, и между ними пойдет мор. Огромная часть людей в 15 веке погибла из-за чумы. Каждый человек, который якобы видел этого призрака, сразу же чернел и умирал. Через какое-то время чума повторилась. Каждый седьмой дом пустовал. Вымерла очень большая часть населения. И говорят, что под этим городом есть подземные ходы и ходят призраки. Их видят до сих пор. Этот город находится совсем недалеко от города Лоуренс, в котором мы были. Если честно, когда я увидела эту информацию, у меня затряслись руки и просто как будто меня током ударило. Я действительно поняла, что, наверное, мне не показалось. И я хочу посмотреть реально, что же происходило на видео уже после всего обдуманного, после того, что я прочитала. Я прочитала это не в одном источнике. Реально есть такая информация, что было две чумы. Огромное количество умерших в этом городе. То есть это область. Вы понимаете, это не один город. Это область от Лихтенштейна до границы с соседней областью. Целая область. И все это закончилось только тогда, когда в этом городке центральном построили церковь. Все вроде бы поутихло. Но люди говорят, что до сих пор им кажется, что они слышат какие-то стоны. Может быть, каким-то образом я должна сейчас донести до вас эту информацию. И я хочу посмотреть действительно, что произошло на видео. Ребята, посмотрите, какие комментарии мне присылали под видео. Сзади тебя что-то есть. Я вижу черное пятно. Все что-то в этом духе. Что есть что-то черное паранормальное. Дух сзади тебя. На тебя что-то смотрит. Я видела призрака. И потом мне прислали скриншот из моего видео. Я сейчас вам его покажу. Видите, здесь просто за дверью какое-то чернющее пятно. Это просто какая-то чертовщина. Прочитав про этот мор, про чуму, про то, что человек, смотря на призрака, начинал чернеть и сразу же в этот же день умирал. И про то, что произошло со мной. Кроме того, как назвать это событие мистическим, я ничего не могу. Когда я это увидела, я, во-первых, почувствовала холод. Во-вторых, я поняла, что что-то не так. И потом я поняла, что нужно убегать оттуда. Мне стало не по себе. Мне просто стало страшно. И поэтому я побежала. Просто ни о чем не задумываясь, я побежала. И когда я прочитала ту информацию, которую я нашла в интернете про чуму, вот про эти все события, я просто решила, что я не могу не поделиться с вами. Может быть, это и была моя миссия. Может быть, я должна была именно так об этом вам рассказать. И, возможно, это даже не полуночный человек, ничего такого. Это просто какое-то существо, которое осталось от душ тех людей, которые погибли во время чумы. Вообще, на самом деле, не представляю, что происходит, когда чума. То есть, и нет никаких лекарств, нет ничего абсолютно, что может тебя как-то вернуть к здоровой, нормальной человеческой жизни. Просто все умирают. Это состояние ужаса. Это, я не знаю, просто страшно подумать, что там происходило. Каждый седьмой дом опустел. Найдя эту информацию в интернете, про размышляв, проанализировав все, я немного приблизилась к правде, но я все-таки до конца не понимаю, как это все связано с доской, с мистической доской. Я буду продолжать расследовать вот эти события, которые со мной происходили. Так что подписывайся на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. И увидимся снова. Пока!